Едем. А куда едем? В детский сад? О, здорово! Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и это снова Поппи Плейтайм третья глава. Вернее, пока ещё не третья, потому как она ещё не вышла, но уже есть множество намёков и даже роликов на эту тему, что скоро выйдет третья глава, и даже там показывают то, что, возможно, там будет. Понятно, что это всего лишь фанатские ролики, и их авторы хотят лишь продемонстрировать нам свою фантазию, в том числе и я. Хотя я не делаю никакие фанатские трейлеры, и уж тем более обзоры фанатских локаций, я просто предполагаю, что, возможно, будет дальше, как я это делал и раньше. Исходя из всех этих теорий, роликов и желаний самих зрителей и игроков. Трудно сказать, что же будет в третьей главе. Но то, что она выйдет, это уже сто процентов. Как бы во второй главе мы никуда не сбежали, и кукла Поппи нас никуда не отпускала. И даже был намёк на следующую локацию, про которую тоже вышла куча роликов. И, кстати, они потом начали эволюционировать. К чему это приведёт, не знаю. Но давай мы сегодня тоже с тобой посмотрим, чего же хотят фанаты от третьей главы. И что там можно, по их мнению, увидеть. И кого, что самое главное. Ну а перед этим, пожалуйста, узнай, что у меня есть свой телеграм-канал. Там я выкладываю всякие плюхи, в том числе и общаюсь с подписчиками. У меня там даже есть свой чат. Поэтому, если ты хочешь узнавать ещё больше о своих любимых игрушках и персонажей из этих игр, а также о выходе новых роликов первым, то подписывайся на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Я думаю, что нам нужно разобрать такой щекотливый вопрос, а кто же там будет? Кто же нас будет ожидать в третьей главе? И что за персонаж такой? Все мы знаем про вырезанную сцену в конце про Кисси Мисси, где она после крушения поезда нам передаёт ключ от следующей локации детского сада. Эту сцену даже анимировали. Ну и поскольку об этой сцене было известно ещё до выхода второй главы, или, по крайней мере, до разговоров о третьей главы, пока ещё вторую никто не прошёл полностью, уже появляется вот эта вырезанная сцена. Это говорит о том, что она должна была быть в конце. Но смышлёные зрители уже успели рассказать свою теорию о том, что это будет началом. И что Кисси Мисси после крушения поезда нам передаст в начале третьей главы ключик. И она либо исчезнет, как это сделало раньше, либо продолжит путь с нами и будет даже нас защищать. Хотя для хоррора это как-то странно, что мы встречаем монстра и он нас будет защищать от монстров. А где погони? Где страх? Где обосратушки? Хорроры как бы нацелены на то, чтобы ты чувствовал себя одиноким и беззащитным? А тут нам дарят друга. На самом деле я, блин, не знаю, что будет в третьей главе, и будет ли эта сцена с ключом вообще. Но то, что сама Кисси Мисси появится в продолжении, это, скорее всего, стопроцентно. Нас всех интересует другой вопрос. А что же она там будет делать? Будет ли она добрая, или как Хаги-Ваги будет набрасываться на нас? Ва! К сожалению, о ней мало что известно, но лично моё мнение это то, что она нам всё-таки будет помогать. Мы до конца не знаем, что происходит на этом заводе, и какие эксперименты тут ещё проводились. Мы можем сколько угодно гадать о том, почему какие-то игрушки злые, какие-то вообще неподвижные, а какие-то даже добрые и помогают нам. Например, Кисси Мисси. К счастью, Кисси Мисси — это наш предполагаемый союзник. И если разработчики нам хотят сделать союзника, друга, то в следующей главе явно планируется что-то масштабное. Даже интересно, против каких монстров нам придётся противостоять. И насколько всё будет сложно, что нам понадобится даже союзник. В лице огромного монстра. И какие всё же монстры там могут быть. Я уже не раз об этом записывал в видео, и даже на каждого персонажа я делал отдельный обзор, но ни один из этих новых монстров не появился. Пока что мы их видим только в виде игрушек и изображений. Но явно в следующей главе мы увидим и новых персонажей, потому как в второй главе мы уже со многими познакомились, а значит с остальными мы узнаемся в следующей третьей главе. Я уж не буду говорить, кто точно будет в третьей главе, потому как не знаю, как и все мы, кроме разработчиков разве что. Но возможно это будут монстры как раз таки с изображений, которые мы уже наблюдали и в первой главе, и во второй на стенках завода. Ну и их игрушечные модельки тоже. Это Буги Бот, допустим. И тут тоже мнения фанатов разделяются. Буги Бот будет нашим союзником или нашим врагом, если конечно он вообще там появится. Но публика почему-то ждет и надеется, что Буги Бот, наш миленький зеленый робот, появится в продолжении, и мы будем с ним как-то взаимодействовать. Но почему-то монстры или злодея в этом роботе практически никто не видит. И все думают, что Буги Бот будет хорошим. К тому же Буги Бот был создан позже всех игрушек, поэтому скорее всего мы его встретим в рабочем состоянии. Мы ведь уже виделись с первой игрушкой, с куклой Поппи, почему бы нам не увидеться и с последней. Скорее всего будет даже живой динозавр Брон, пусть мы его видели и во второй главе, но он был тогда неживым. Хотя возможно и его оживят, и он будет следующим персонажем в следующей главе. Не факт, но все возможно. Думаю, что каждому персонажу, которого не показали во второй главе, но на них был намек в первой, можно показать и дать им немного времени, чтобы они себя проявили в игре как персонажи. Допустим, неплохая идея с мини-играми, где мы понемногу будем проходить каждое испытание с разными персонажами. Может быть, будет и такое, поскольку я вижу, что идея с мини-играми во второй главе зашла, и многие начали придумывать свои. Но, естественно, я не мог не сказать про выразанных персонажей. Ну как выразанных, они вроде как есть в игре, как игрушки. Но, по мнению руководства завода Плайтайм, они непригодны. И всех их отправили на склад. И что же эти игрушки будут делать дальше? Скорее всего, мстить. Ведь мы пока точно не знаем, как проводился эксперимент по оживлению игрушек. Они что, блин, брали шприц, вытягивали с помощью него душу из человека и вкалывали в плюшевого медведя? Не думаю, что они так делали. Пока не знаем, но думаю, мы скоро узнаем. И тем не менее, многие хотели бы увидеть хоть одного отклонённого персонажа. Ведь у них не просто есть какая-то причина отклонения, висящая прямо рядом с ними, а есть целое описание персонажа, их история. У кого-то даже последствия этой истории показаны на внешности. Допустим, на такой игрушке, как Кикми Пол. Она так и называется, Пони меня Пол. Эту игрушку высмеяли и дважды отклонили с такой же насмешкой. На самой игрушке есть отпечаток подошвы. И это показывает, что над автором и игрушкой его издевались. И кто-то даже не побрезговал пнуть творение автора. Прикинь, какие маленькие детали делают разработчики. И ведь они, блин, не относятся к основному прохождению и сюжету. Но, может быть, эти детали будут относиться к основному сюжету и прохождению в следующей главе. Ну и нас не оставят без новых локаций. Мы же не по старым будем бегать. Да и тем более мы взяли просто и уехали из одной части завода в другую на поезде. Первая локация, на которую мы выйдем, это детский сад. Мы ее уже разбирали в прошлых роликах. Но, как я сказал уже в начале этого видео, локация с детским садом в фантазиях фанатов аниматоров начала эволюционировать. И начали появляться не просто какие-то детские сады, а даже похожие локации для новых персонажей. Так, например, дом Кэнди Кэт. Огромное помещение в виде головы кошки, где сверху написано ее имя. Конечно же, там будет что-то интересное. Блин, я даже не знаю, что. Но, видимо, там будут кошки Кэнди Кэт и, как показано в этом видео, Кэт Би. Ну да, кошки должны быть вместе, почему бы нет. И тоже неплохая идея, когда мы встретим Кэнди Кэт и Кэт Би на одной локации вместе. Только почему бы не назвать этот дом дом кошек, а не дом только одной Кэнди Кэт. Но это не оригинал. Также многие предполагают, что детский сад будет не простой локацией, а делиться аж на несколько этапов. И один из этих этапов будет называться игровой зоной, то есть Game Zone. My English is very good. Что это за игровая зона, пока еще никто не знает. Но, видимо, это что-то вроде аналога детской площадки, которую мы уже видели, проходили вместе с гусеницей. Но, разумеется, это будет уже другая игра, что-то посложнее, с новыми препятствиями, монстрами, которые будут орать. Думаю, как-то так. Ну а как ты думаешь, что же нас будет ожидать в следующей главе? Будет ли Кисси Мисси добрый или злой? Каких персонажей новых ты бы хотел увидеть в следующей главе? Какие локации? Напиши об этом и во всем в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, если ты этого еще не сделал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича в Телеграме и во Вконтакте. И на Яндекс.Дзен тоже подписывайся. Ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok